Здравствуйте еще раз для тех, кто к нам присоединился. Мы продолжаем наш эфир об отелях сети Альбатрос. И мы сейчас говорим об отеле Цитадель Азур до 1 января этого года. Это была просто гостиница Цитадель. И да, и теперь она присоединилась к цепочке Альбатрос. Что такое вообще цепочка Альбатрос? Это акцент на деток и на развлечения. То есть есть, ты знаешь, разные цепочки, где-то акцент на еду, где-то на то, где-то еще на что-то. А здесь просто в целом на развлечения и на какой-то уровень качества, потому что в принципе отели этой цепочки есть и в Шарм-эль-Шейхе, и в Хуркаде по Египту. И нет рейтинга отелей, чтобы из пяти было ниже четверки или четверки с половиной. То есть это хорошего уровня отелей и четыре и пять звезд. Но продолжаем говорить про Цитадель. Цитадель очень долго, я бы сказала, был одним из лучших, наверное, даже остается одним из лучших отелей на побережье Хуркады в районе Салхашиш. Салхашиш это новый район Хуркады. Хуркады, не знаю, все как всегда, все переспрашивают, как правильно. Не знаю, в итоге. Ну не знаю, потому что все, кстати, задают вопрос даже египтянам. Как правильно, никто не говорит. Давайте конкурс. Кто правильно ударение поставит, тому будет печенька от Аллы. Поехали. Комментируйте в комментариях. Хуркадали, Хуркадали. Поехали. Отель роскошный, очень в красивом стиле. Территория приличная, скажем так. Так, 20 минут езды от аэропорта. И могу сказать вот про новый регион Салхашиш. Многие, кто отдыхает в этом регионе, туристы, они говорят о том, что у нас нет ощущения вот глобального, что мы находимся в Египте. Что здесь более европетизированный стиль, тоже есть куда выйти, есть свой променад. Очень красивое месторасположение. Номера есть точно так же на любой вкус. Стандарты, делюксы, джуниоры и сьюты. Ты бы сейчас на себя посмотрела, как ты рассказываешь про отель класса люкс. Номера есть такие, такие, как... Ну, это же не трешка на троечку, не что-то я описываю. Ну, я же не могу, понимаешь. Во-первых, класса люкс. Я тебе могу сказать, что если говорить о цене, это полторы тысячи долларов на неделю на сентябрь. Вот. Я не могу сказать, что это дорого, поэтому я не рассказываю о нем как вот не знаю о чем. Старая цена у него была, я тебе скажу, от 2-300 на двоих. Не подходи, это была вообще не маленькая, ну, маленькая цена для этого отеля считалась. Отель очень хороший. Он сделан, выполнен террасами, фактически вгрызся в скалу. А теперь я плавно передаю слово Владимиру, потому что замечание я услышала, как я рассказываю об отеле, который ему понравился. Просто потому, что он там отдыхал две недели назад, две-три, не знаю. Вот, поэтому я обидела, наверное, обычным, без восторга, комментарием. Ну, расскажи нам, значит, ты, пожалуйста. Товарищи, уважаемые зрители, это не обычный комментарий, это такое наплевательское какое-то отношение. Как можно так говорить о цитадели Адзур-Экс, нынешний Альбатрос? Это прекрасный отель. Ехать, правда, не 20 минут, как ты сказала, ехать примерно минут 45, потому что Сахал-Хашиш, замок Ади-Бэй находится километров в 60, километров в 60 примерно находится, но это не смертельно. Он стоит особняком на склоне, он вгрызся в скалу прямо. У тебя прекрасные виды направо-налево, никого рядышком нету. Чего мне там не хватало, на территории отеля, если вы посмотрите на общий план, то там, конечно, нету леса, пальмового, есть газончики, есть пальмы, где в зоне пляжа. Вот, если у вас есть яхта, я вас вообще поздравляю, закрытая лагуна и стоянка паркинг для яхт. Потом вы поднимаетесь по лесенке и у вас вилла с фронтальным видом на море, на вашу яхту. Примерно номер будет квадратов 90, прохладный, тенистый, с собственной джакузи. Значит, чем отличается отель? Вот, собственно, когда вы отдыхаете с собственной яхтой, на вилле, с джакузи, вот тогда восторженные вот такие вот эмоции. Хорошо, тем не менее, если у вас нет яхты, то джакузи все равно у вас имеются на верхнем ярусе. Если вы будете смотреть на море, слева от рецепшн у вас будет, я не помню сейчас, три или четыре ванны джакузи, где вы можете наслаждаться вечером брютом, например, либо какими-то легкими алкогольными напитками. Конечно, здесь наливают брют, здесь наливают марочные алкогольные напитки. Вот мы плавно перешли к All Inclusive в этом отеле. Да, смотрите, какая у него особенность пляжа. Особенность пляжа здесь есть. Учитывая, что Сахал-Хашиш это уже фактически открытое Красное море, то здесь очень большая волна. Здесь идет перед отелем параллельно всему огромный пирс, он из огромных валунов, чтобы волна не забивала, не смывала территорию пляжа. Справа и слева два кармана с песчаными входами для купания. То есть фактически без волны. Если вам надо попасть на внешнюю сторону, понырять смазкой, если вы, конечно, умеете это делать и не бьет волна, то вам могут разрешить, если это небезопасно для вашего здоровья, выйти и посмотреть коралловые рифы. Сахал-Хашиш уже этот район, в котором, в отличие от Кургада, не рубились кусты. Вы можете поплавать возле отеля или сходить недалеко на яхте, посмотреть шикарную экскурсионную программу по кораллам, которые находятся в районе Саума-Бэй. Вот видишь, как волна? Вот она так, в принципе, постоянно. Да, я понимаю. Но отель защищен. Вот, в отеле есть развлечение. В отеле, в принципе, само нахождение там тебя, как бы, вот, ну, в такое благоговейное состояние погружает, потому что очень все спокойно, чинно. Это отображается, во-первых, в шикарном конструкции самого лобби, вот с этими 20-метровыми узкими бойницами, окнами, такими прохладом, музыкой, очень лаунжем. Я уже добавлю, вот ты… Передаю тебе слово на руку. Да, ты плавно перешел, воодушевил говорить о хорошем. Там действительно очень хороший all-inclusive в плане алкоголя, очень хорошее питание. Есть лобби-бар, который работает 24 часа в сутки. Есть австрийская кофейня, в которой очень вкусный кофе. Венская, знаменитая, да? Ну, да. Ну, обычно венская, австрийская, все, прости. Там австрийская, простите, пожалуйста. Но венская, хорошо. Австрийская. Да, кофе вкусный, несмотря на то, что это Египет. Звонок. Вот, три ресторана. Ты был, кстати, в каких-то а-ля-карты ресторанах? Обязательно, обязательно. Так, расскажи мне, пожалуйста, что тебе понравилось? Давай свои свежие. Ну, я тебе скажу, кухня в а-ля-картах, она, если некоторые махинируют тем, что было на обеде, то и подают тебе вечером, только уже по меню. То мне, конечно же, как всегда понравился мясной ресторан. Я очень, я по мясу. А азиатский, не? Ну, понятно. В общем, мясо там вкусное. Извини. Скажи мне, пожалуйста, кто там в основном отдыхал, вот именно по начинке? Немцы, СНГ, кто? Небольшой процент был наших соотечественников. В основном это были, значит, итальянцы, европейцы. Ой, итальянцы, европейцы. Боже, итальянцы, немцы. Да, да. Ну, там дальше я как-то не спрашивал, паспорт не просил предъявить. Так, по виду, по голосу слышал, что вот. И английская речь еще была. Ну, это явно Британское острово. Соответственно, очень часто спрашивают клиенты о том, куда поехать, чтобы не было 90% русскоговорящего населения отеля. Украинцев на сегодняшний момент. Да. Россия туда не летает. Россия, я знаю, я говорю русскоговорящего. Украинцев. Да. Ну, есть еще белорусы, которые тоже говорят на русском, если что. Они на белорусском говорят. Нет, они говорят, не важно. В итоге, если вы хотите отдохнуть в отеле, если вы клиенты, если вы агенты и хотите своих клиентов отправить в отеле, в которых мало русскоговорящих отдыхающих, пожалуйста, вам в Цитадель Азур-1, в Данна-Бич-2. Не могу то же самое сказать про отель Альбатрос, который в Шарме, потому что там как раз 90% русскоговорящих. Вот. И что хотелось бы подытожить, что действительно очень дорого выглядит архитектура отеля, очень приятная атмосфера в отеле. Есть ощущение, действительно, что вы не в Египте и с хорошим питанием, с хорошим алкоголем и с хорошей чем. Вот скажи, что там с анимацией? Я знаю, что там приличный перечень. Но скажи мне, пожалуйста, она навязчивая или не навязчивая? Не навязчивая, потому что много чем предлагают заняться, но она лайт вариант. То есть вот, собственно, отель для тех, кто действительно приехал вот там, посидеть в джакузи, посмотреть на красивое море, посмотреть на яхты, прогуляться на тех же яхтах, прогулялся по променаду Салхашиш. То есть вот просто для покоя, без всякого кипиша, да? Да, и это не по-богатому, это хорошо, это вот именно спокойно, и там лишь тут правила и твое личное время и пространство. Да, поэтому если говорить про гостиницу Цитадель Азур, которая принадлежит сейчас цепочке Альбатрос, бронировать, да, рекомендовать клиентам, да, я рекомендую, да, и буквально через пару секунд мы наконец-то поговорим уже не о гостиницах, а мы поговорим об операторах. С кем, куда летать, с кем не летать, какие могут быть проблемы, оставайтесь с нами. Сеть агентств «Горящих путевок» представляет. Все горячие предложения Египта на одном сайте. Не знаешь, какой тур в Египет подходит тебе? Узнай у нас. Консультации экспертов онлайн и по телефону. Подробная, достоверная информация о курортах Египта в одном месте. Мы 20 лет на рынке туристических услуг, поэтому партнеры дают нам лучшие цены. Постоянные акции с горящими турами. Большая сеть агентств. Система рассрочки для наших клиентов. Не знаешь, какой тур в Египет подходит тебе? Узнай у нас. Египет. Ходтур. Ком. Юэй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...